Приветствую вас и вам свой вопрос. Конечно, лучше было бы переадресовать в раздел эдотерики, там вам бы вам ответили на него, вероятно, лучше, чем именно психолог это может сделать. Но, поскольку вы написали свой вопрос именно в раздел психологии, то я постараюсь вам ответить именно с точки зрения психологии. Начнем, пожалуй, мы с вашей фотографии, которую вы приложили к своему сообщению. Вот, на ней я вижу девушку, которая, скажем так, несколько неуверенна в себе, которая, скажем так, обладает определенной скромностью, которая, ну, скажем так, возможно, подавляет в себе определенные эмоции, определенные желания, определенные потребности. Я вижу девушку, которая не принимает себя, ну, у которой проблемы с принятием себя. И я вижу, в общем-то, человека неуверенного в себе. Человека, имеющего определенные проблемы с женским поведением, то есть женская модель поведения у вас отсутствует. Значит, соответственно, нет в ваших глазах той уверенности, того достоинства, с которым должна нести себя женщина. Женщина, нету в ваших глазах того огня уверенности в себе, который также, ну, должен, желательно, чтобы присутствовал у женщины. Значит, первое, что вам хочется сказать по поводу данной проблематики, да, вот по поводу вашей проблематики, это то, что, скорее всего, имеет место быть родительский сценарий. То есть именно родительский сценарий не позволяет вам выстраивать отношения с мужчинами. Тут нужно анализировать, конечно, отношения ваших родителей, в частности, отношения вашей мамы к отцу, потому что именно оно, поведение вашей мамы по отношению к отцу и послужило основой, таким неким базисом для формирования вашего отношения к мужчинам. Равно как и сам отец послужил первичным образом мужчины, с которым вы, ну, хотели бы, могли бы иметь отношения. Следующий важный момент, это момент того, для чего вам отношения, зачем они вам. То есть вот вы говорите, что у меня не получается серьезных отношений. Но серьезные отношения, они ведь вам для чего-то нужны, скорее всего, именно серьезные отношения. Соответственно, если серьезные отношения вам для чего-то нужны, значит, мужчина, с которым вы, ну, могли бы, ну, могли бы, вступить, в отношения. Мужчина, с которым вы могли бы взаимодействовать, нужен вам для того, чтобы обеспечить вам эту серьезность. Взаимодействие. А теперь, давайте подумаем о том, вот, вот, для чего вам нужны такие серьезные отношения. Зачем они вам? Что они должны вам дать, по вашему мнению? И самое главное, самое главное, значит, что вы хотите от этого всего получить. Понимаете, да? Потому что ваши потребности, которые вы, ну, скажем так, пытаетесь удовлетворить за счет построения серьезных отношений, Ваши потребности. Они должны, по мнению вашему, купироваться человеком. В частности, мужчины, с которым вы хотели бы построить отношения. Из-за этого, из-за того, что вы, по сути, ну, используете, используете мужчину для своих целей, да? То есть, вам он для чего-то нужен, вам он нужен, чтобы удовлетворить ваши потребности. У вас образуется сверхмотивация. Сверхмотивация, которая заставляет вас совершать действия не характерные для подобной ситуации. Потому что вам, ну, чего-то хочется, вам хочется отношений, вам хочется чего-то еще, вот, для себя. Для себя, да? Для себя вам этого хочется. И, соответственно, вы ведете себя так, чтобы это получить. Но происходит все с точностью, да, наоборот. У вас не получается это получить, потому что, потому что слишком большая мотивация. Сверхмотивация запрещает вам, мешает вам выстраивать отношения с, ну, с мужчинами. Адекватные отношения с мужчинами. Далее, помимо уже упомянутой многих модели женского поведения, я бы предложил вам подумать так. Какой мужчина вам нужен? С каким мужчиной вы могли бы взаимодействовать? Что вы можете дать этому мужчине, как женщине, что вы можете ему дать? Что вы можете ему предоставить? А что я должен, по вашему мнению, дать вам, мужчину? На эти вопросы тоже необходимо ответить. Также, необходимо проанализировать ваши предпосылки для построения отношений. То есть, где вы знакомитесь, с кем вы знакомитесь, какие у вас интересы, как вы это делаете. Потому что, если вы знакомитесь только чисто ради знакомства, то есть, знакомитесь ради знакомства, знакомитесь ради того, чтобы вот построить отношения, то скорее всего у вас ничего не получится, потому что люди в данном случае выбирают других людей как товар и соответственно относятся к людям так же, как к товару. То есть, имеется в виду, понравился на первый взгляд, не понравился. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Соответственно, исходить нужно вам из того, что составляет ваши интересы, что составляет ваши увлечения, что составляет ваше, так сказать, ваше живое проявление активности, проявление ценности, если угодно, живое проявление ценности, обязательно. И вот тогда можно уже говорить о том, что вы будете способны выстраивать взаимоотношения с мужчинами. То есть, даже не с мужчинами, как с таковыми, а скорее с людьми. Отношения нужно устраивать именно с людьми, а не с мужчинами. Вполне вероятно, что вы торопитесь с сближением, опять же, потому что вам это нужно, опять же, потому что вы этого хотите, опять же, потому что вам это важно, но торопясь идти на сближение с мужчинами, торопясь вы тем самым их отталкиваетесь. Итак, существуют некие внутренние негативные триггеры, которые не позволяют вам адекватно взаимодействовать с мужчинами и выстраивать серьезные отношения. Существует неверно поставленная модель удовлетворения ваших потребностей, ваших желаний, которые у вас имеются, значит, и попытка удовлетворить их, эти самые желания, именно через мужчин. Необходимо разгрузить вашу потребностную сферу и определить, что именно вы пытаетесь реализовать через стремление, скажем так, к серьезным отношениям, что вы вкладываете в это, чего вы ожидаете от этого и почему. И анализировать ваше женское поведение, вашу женскую модель поведения, потому что это очень важно, если мы с вами говорим, опять же, о именно том, как построить отношения. Также, возможно, необходимо анализировать вашу деятельность, чтобы, может быть, подкорректировать ваше деятельностное поведение для образования наибольшего количества точек соприкосновения с молодыми людьми, потенциально вам интересными. Так же, имеет смысл рассмотреть ваше желание, то есть, какого мужчину вы бы хотели себе, какие у вас предпочтения и так далее, потому что если у вас потребности, ну, если у вас образ желаемого мужчины существенно отличается, например, от тех, с кем вы взаимодействуете, или вы откровенно не дотягиваете до уровня тех мужчин, которых вы хотите видеть рядом с собой, то здесь уже можно говорить о, ну, о некой выгодности ситуации, о неком удобстве вашим, как бы, посредством ее. То есть, вы, возможно, специально находитесь в ситуации, когда вы одна, чтобы тем самым обеспечить себе внутренний комфорт. А выход из зоны комфорта для вас неприемлем, потому что вы, может быть, боитесь, может быть, опять же, неуверенны в себе, может быть, негативный радиационский сценарий и сверхмотивация. А также неверное отображение в вашем сознании потребностей, которые вы пытаетесь удовлетворить. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.